Здравствуйте! Вы смотрите интервью по существу в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по образованию Алена Аршинова. Алена Игоревна, здравствуйте! Здравствуйте! Алена Игоревна, Вы приехали в такое удивительное время, у нас День города приближается. Сегодня множество мероприятий прошло, открыли детский садик, я знаю. Да, конечно, участвовала в открытии детского сада, потому что все-таки он открывается в рамках программы, которую я курирую в партии, это партийный проект «Детские сады детям». И, конечно, я очень рада, что все-таки это очередной шаг к улучшению качества дошкольного образования, потому что сад просто великолепный, конечно, и с прорезиненным покрытием и прочее-прочее. Ну и, конечно, в принципе, это ликвидация очередей. Поэтому, конечно, это все-таки не независимый детский сад, это неподалеку есть детский сад, к которому этот комплекс будет относиться. Это ясли сад, поэтому очень много дошкольников, маленьких деток от одного годика до трех будет посещать именно этот садик в этом микрорайоне, поэтому это здорово. То есть у нас, получается, снимается проблема с полутора до трех лет, вот кто в садик. Для нас, конечно, очень важно действительно обратить внимание, в первую очередь, на исполнение указа президента, о котором я уже вам рассказывала. Это категория от трех до семи лет, ликвидация очередей, и действительно, чтобы была возможность у вам выйти на работу. Но, конечно, по мере решения этой проблемы мы все-таки переходим к другой категории, которая тоже нуждается в решении этих проблем, и это категория от нуля до трех. Потому что все-таки в рамках принятого нами в Госдуме нового закона об образовании вы по закону имеете право отдать вашего ребенка в детский сад с двух месяцев. Конечно, сегодня были как раз на открытии детского сада иностранные граждане, американцы, которые просто поражались, потому что у них такой законодательной нормы и права нет. И, конечно, они говорят, что у них всего лишь шесть недель есть возможность там не работать, и ты должен, обязан выйти на работу, и у них нет такой возможности отдавать таких ранних детей в детский сад. Мы поставили перед собой такую задачу. Она очень амбициозная, потому что даже Германия себе не может этого позволить. У них детский сад берут с трех лет, и лишь сейчас в тестовом режиме они отстраивают новые детские сады, куда берут до трех лет. Но это буквально... Они только начали решать эту проблему, и они стали выделять тоже средства на решение этой проблемы. И они заметили... Ну, мы и так об этом знаем, они просто об этом говорят. Говорят, что мы заметили, что рождаемость в этих районах и городах, где мы стали открывать детские сады для малышей, стало выше, потому что элементарно мамы понимают, что они бросить работу не могут. Все-таки вы знаете уровень эмансипации женской, и для них очень важно, чтобы работало именно два человека в семье, и, конечно, она свободно отдает своего ребенка в детский сад и идет на работу. Тем более, что у них по законодательству, как вы видите, они обязаны выходить рано. Ну да, это право выбора любой женщины, любой матери сидеть с ребенком в полный декретный отпуск или выходить с трех месяцев. А если есть такая возможность, у человека появляется действительно право выбора. И в этом году у нас программа, партийная программа по обеспечению садиками заканчивается. Появляются новые программы. Да, есть несколько других программ. Вот я сейчас упомянула детский спорт, думала, что я угадаю, потому что все-таки после детского сада мы открыли замечательнейший стадион сегодня в пришкольный. Конечно, очень здорово, что теперь у этих ребят будет своя площадка, потому что там можно заниматься и футболом, и прочее-прочее, там прорезиненные дорожки, можно бегом. Почти профессиональные уже, да. Это фактически профессиональный стадион, и очень здорово, что он будет доступен не только школьникам, он будет доступен и жителям этого микрорайона, можно будет приходить, заниматься пробежками. Я думаю, и приезжать, наверное, тоже будут, потому что, ну, понятно, что хотелось бы эту инфраструктуру иметь как можно поближе к себе. И поэтому я говорю сейчас, что мы как раз в рамках партийных проектов, в том числе и детский спорт, вот открываем такие площадки. И, конечно, стараемся, вот вы знаете, развиваем еще программу строительства спортивных залов в сельских школах. Это тоже такой очень важный шаг, потому что инфраструктура не должна быть сконцентрирована только в центре, в крупных городах. Она должна быть рассредоточена. Только так у нас будут действительно равные шансы, стартовые возможности и действительно полноценное образование. Это не только же все-таки школьная программа, это еще и физическая культура, потому что чем больше ты занимаешься спортом, чем больше у тебя возможностей, там, баскетбольные площадки и прочее, прочее, тем более ты развитый, да, и у тебя есть шансы действительно становиться спортсменами. Я знаю, что Чувашская республика очень трепетно относится к спорту. Ну, слава богу, у нас на селе это развивается давно, и спортивные залы. У нас не первый год реконструируется, да, спортивные сельские школы. Два года, потому что как раз удалось буквально дважды вставить Чувашскую республику в эту программу, потому что, к сожалению, так уж получается, что не все регионы могут себе позволить попасть в эту программу, и нужно действительно показать класс, да, во-первых, показать, что ты вообще делаешь для спорта, а во-вторых, конечно, нужно лоббировать. Ну и когда у нас, мне кажется, горожане несколько завидовали жителям сельской местности, да, там и физкультурно-спортивные комплексы строятся практически в каждом райцентре, а сейчас и побольше, и спортзалы реконструируются. Доходит эта очередь и до столицы республики. И действительно, у нас же много мероприятий, спортивных мероприятий проходят в сельской местности, в городе. Наверное, в этом лице какие-то соревнования будут тоже проходить. Приедете? Конечно, обязательно. Я, конечно, хочу поддержать вот всех жителей Чуваши, сказать, конечно, мы все живем сегодня. Не хочется ждать, когда завтра что-то будет построено. Поэтому я уверяю каждого, что мы делаем все возможное для того, чтобы внести дополнительные средства в республику, в республиканский бюджет и действительно сделать все возможное, чтобы дети и взрослые тоже могли заниматься. Я уверяю, что мы еще придумаем не один интересный проект и найдем на него финансирование. Но, насколько я понимаю, еще один интересный проект и, наверное, очень важный – это строительство школ, которые тоже придут на смену детским садам. Очень важно, что вы этого коснулись, потому что действительно это очень объемная программа. Я еще раз упомяну ту цифру, которую мы потратили на решение проблемы с чередностью в детских садах. Это больше 130 миллиардов рублей. То есть это беспрецедентная огромная программа, которая действительно сейчас подходит к концу, потому что она софинансировалась. Очень многие регионы смогли побороть эту проблему. Осталось всего буквально 14 регионов, которые пока что эту проблему не решили. Я очень рада, что Чуваша все-таки показывает здесь тоже класс. И она как раз в числе первых регионов, кто справляется с решением этой проблемы. И, конечно, мы хотим все-таки эти средства резервировать и дальше на образование. В первую очередь мы хотим, чтобы решение дошкольной проблемы перешло и трансформировалось в решение школьной проблемы. Потому что мы, конечно, понимаем, что проблемы есть. И если мы о них не говорим, это не означает, что их нет. Есть вторые и третьи смены. Есть аварийные ветхие здания. Поэтому, конечно, наши дети заслуживают уже новых, современных, светлых школ. Хотя, конечно, старые школы очень уважаемые, намоленные буквально. Сколько поколений они выпустили. И, конечно, их нужно сберегать. Но нужно либо реконструировать, и в том числе строить новые школы. Потому что, конечно, всем родителям хочется, чтобы их ребенок учился в классной школе. Ну и растет, численность населения растет, появляются новые микрорайоны. Опять же, у нас в Чебоксарах сколько? Конечно. Поэтому я и говорю, что с каждым годом учащихся во вторую смену становится в Чувашии все больше и больше. Я считаю, что мы должны, конечно, все-таки балансировать детский режим. И мне кажется, что если с утра до обеда учеба, а потом у тебя идет дополнительное образование, секции, спорт и прочее, прочее. И ты по режиму уже ложишься спать, ты приучаешься, у тебя есть дисциплина. А когда вторая смена, ты ломаешь себе режим. Конечно, я не хочу сейчас все-таки настраивать детей. Надо учиться в любом случае, находить возможности, неважно в какую смену. Если ты сегодня обучаешься во вторую смену. Но мы сделаем все возможное, чтобы ты обучался в первую смену, чтобы она была единственная по всей республике. Ну да, это же и здоровье, и дальнейшее развитие в какой-то степени. Вот мы говорим про детские сады, говорили про школу, да. А так как у людей много возможностей, и сейчас появились возможности поступать в вузы, в различные вузы, по любому пожеланию, не просто там по прописке или куда хватило денег у родителей доехать. Как сейчас у нас на данный момент приемная кампания в вузы? На каком этапе? Приемная кампания в вузы уже фактически завершена. То есть есть еще ряд университетов, которые еще продолжают завершать все процедуры и принимают детей. Но хотелось бы сказать, конечно, что в этом году вообще в принципе выпускающихся было меньше. Выпускников меньше где-то на 3,5%. Контрольных цифр приема, то есть бюджетных мест, которые обеспечивает государство за счет бюджета, не сокращалось. То есть их фактически осталось только же. И из 600 с лишним тысяч выпускников, 506 тысяч уже будет обучаться на очной форме. Поэтому, конечно, здесь нельзя говорить о том, что что-то там сильно тотально поменялось и так далее. Но, конечно, я уже говорила о том, что что-то будет меняться. Поэтому, конечно, порядок наводить нужно. Потому что вы знаете, что сегодня опять в этом году рекорды по выборным профессиям – это юристы и экономисты. При том, что, конечно, государство столько таких профессионалов. Даже если они профессионалы, их просто столько не востребовано. Поэтому, конечно, с другой стороны, радует, что IT-специальностям инженеры тоже востребованы, информационщики тоже востребованы. Поэтому, конечно, здесь даже было увеличено количество контрольных цифр. Объем поступающих на бюджетные тоже там был увеличен. Поэтому, конечно, и сокращено было количество гуманитарных специальностей, которые принимали на бюджетную основу. То есть ты можешь поступить, но только за свой счет. Ну, гуманитариев, конечно, тоже нельзя сокращать. Нельзя сокращать, да. Нужно по-умному просто подходить здесь. И я надеюсь, что это, конечно, выверенная политика. Конечно, все-таки мы видим, мы здесь идем за президентом. Потому что вы помните, что президент делает очень много всего, чтобы популяризировать инженерные специальности. Потому что все-таки нам нужны профессионалы, чтобы поднимать армию. Потому что, конечно, они востребованы именно в военной отрасли. И не хочется вспоминать печальные наши истории. Но не так развивается наше космическое направление, как хотелось бы. Ядерное направление, да, и прочее-прочее. И промышленность. Поэтому промышленность. Даже не военная. Даже не военная. Просто я почему в первую очередь говорю о военной? Потому что вы знаете, какие тенденции в мире, когда первые разработки, даже тот же интернет, телефон и прочее-прочее, это все-таки военные разработки, они просто коммерциализированы. Чего у нас не было в Советском Союзе, отсюда и наше технологическое отставание. Поэтому я говорю, что очень много разработок, они как раз вышли из военной отрасли. Поэтому, на самом деле, не важно, где они появляются. Главное, чтобы были те, кто сможет стать изобретателем, инженером. И чтобы это было популярно. Я знаю, что это очень высоко оплачивается. И я знаю точно, что в военные вузы, на военной специальности очень высокий конкурс как раз. И когда у нас был Шойгу на правительственном части, он говорил, что есть еще и набор срочников, но тоже на определенные специальности они имеют возможность обучаться, где у них конкурс выше, чем в МГУ. Это о многом говорит, мне кажется. Ну, дай бог, чтобы у нас конкурс был хороший, выпускали хороших специалистов. Дай бог. И чтобы школа наша тоже готовила здоровых, умных воспитанников. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо за приглашение. С Днем города Чебоксары. И вас с праздником. Напомню, что сегодня в интервью по существу у нас была депутата Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Думского комитета по образованию Алена Аршинова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова